Музыка Мы решили открыть свой собственный журнал с блокджеком, с всеми остальными элементами. Это была наглость, и мне это понравилось. Музыка очень важна, конечно. Плуг – это в первую очередь журнал музыкальной субкультуры. Мне было чрезвычайно приятно попасть в столь юную и талантливую тусовку. Осенью, в октябре 2009 года. Да, присутствовал при зачатии, всего 9 еще. Получилось очень смешно. В принципе, как, наверное, любое нормальное арт-движение, зародилось на пьянке. Был некий такой план. Ко мне подошли, говорят, давай сделай плуг, и ничего интересного, арт-проект, арт-афера. Место пустует, нишу надо занимать. Русское население бедно. Без мамы, без папы надо, как-то его, к рукам прибирать. Мы хорошо решили. Я помню, когда мы об этом договорились, мы крепко обнялись, и девочка, что была с нами, упала со скамейки. Это было там, в старой парке. Я помню, на спорте, две ножки, взметущиеся вверх на фоне летнего холодного неба. Так для меня начался плуг. Сидели мы летом, ели мороженое. Дан работал в другом месте, где работал дизайнер плуга изначально. И видно было в его глазах желание сделать отдельный печатный орган. Печатный орган созрел к зиме и выстрелил очень метко целой серией бумажной продукции. Получилось довольно много хороших журналов. Особенно, конечно, с голыми бабами на обложке были самые удачные выпуски. Журнал верстать было интересно. То есть, с нуля не было ничего, кроме текстов, на самом деле. Зато эти тексты были, по большей части, хорошие. Ну, я не люблю судить, хорошие или плохие, но они были интересные. Во-первых, потому что ничего такого свободного по форме до этого у нас в Таллине не делалось. И совершенно было даже не важно, о чем пишут ребята. Главное, что у них были полностью развязаны руки, как у капитанов Африка. Нам надо было срочно куда-то ехать. И тот, кто попросил там-там, сказал, заед на машине. И мы по этому случаю решили попросить нас заодно подкинуть в город или куда-то там. Мы опоздали. Мы спустились и вниз. В машине был Дан. Так мы познакомились. И в машине мы разговаривали, кто чем занимается. Оказалось, что Дан занимается журналом Плуг. Я такая няшка. Здесь мне всегда было интересно рассказать именно о той части культуры в нашей стране, которая, так скажем, не на поверхности. Потому что, понятное дело, что обычно газеты, журналы, телевидение и радио показывают, пишут и рассказывают о тех вещах, которые, что называется, являются массовой культурой. Массовой культурой, элитарной культурой, одним словом, теми вещами, теми мероприятиями, которые интересны, так скажем, большинству жителей нашей страны. Мне же всегда был интересен и тот пласт культуры, который находится где-то внизу. То, что мы называем словом андеграунд. Об этом никогда не писалось в основном. Если и писалось, то в каких-то очень небольших эстонских газетах, типа Кескус. И вот однажды от человека по имени Пичи Дредд, в миру его зовут Дима Макканен, я услышал о том, что появляются новые издания в нашей стране. Небольшой журнальчик карманного формата, который будет рассказывать людям именно о том, чем живет такая андеграундная русская, не только русская тусовка. Можно читать чьи-то тексты, чьи-то интервью, чьи-то материалы у кого-то в ЖЖ, у кого-то где-то еще на сайтах. Но вот так, чтобы это было настолько сконцентрировано в одном месте. Так вот он появился, журнал «Плуг». Есть такой замечательный журнал «Плуг». И теперь я для «Плуга» рисую. Как-то раз. Я следил за этим журналом изначально, начиная с первых номеров. И я, честно говоря, даже не предполагал, что когда-нибудь я займусь этим тоже, что я тоже буду вовлечен в этот процесс. Важно отметить, что журнал «Плуг» любит котики. Я считаю, это первое. Это как бы уже окупает все остальное. Любую бумагу, любую печать, любых художников, которые заняты в этом, нас любят котики. А что касается остального, конечно же, если такое явление появилось, то, наверное, оно назревало. С «Плугом» меня связывают множественные, в том числе и родственные, и дружественные связи. Что для меня значит вообще этот журнал? Это очень важная часть моей жизни в настоящее время. Это мой ребенок, наши дети, так сказать, дети нашего поколения, которые оказались в достаточно сложной ситуации. Ну, не такой сложной, как мы оказались. Разумеется, вам уже полегче. Но, тем не менее, все равно ситуация, конечно, сложная. Эстония, русская община, снижение уровня образования, несомненно, наблюдаемо. И вот в этих условиях сохранить язык, сохранить культуру и воспроизводить эту культуру очень важно. Зовут меня Дмитрий Николаевич, и не иначе, потому что в этот момент я представляю интересы просвещения образования, так как работаю школьным учителем, проработав экологом. То есть, фактически, если я пытался спасать мир после, то теперь я пытаюсь спасать мир до, но, по-моему, это бессмысленно. Но, неважно. Как-то таким образом, что в нашем маленьком коллективном бессознательном витала мысль о том, что мы непременно должны захватить все радио, все телевизоры и влиять, собственно. Поэтому так все, наверное, и произошло. Какие-то там статьи в газетах, театральные постановки, музыка, стихи, книги. Журнал должен был быть. Поэтому мы, конечно, были счастливы. Мы, это я, мои коллеги, единомышленники, что в Эстонии появился такой орган молодежной субкультуры, который не только развлекает, но объединяет, в первую очередь, совершенно определенными целями и определенными задачами молодежь. Это, в первую очередь, музыканты, поэты, художники. Каждый из которых идет каким-то своим путем, есть что-то другое за душой. И, тем не менее, они формируют некое комьюнити. Ну, плуг, в принципе, действительно имеет достаточно серьезное местное значение. Во-первых, с плуга можно попячиться, почваниться, чванливо заявить, что я автор плуга. И спросить у одного автора плуга про другого автора плуга. Читал ли ты меня, автор плуга, автора плуга вот того автора плуга? Как бы на выходе у нас получается какая-то общая мысль. Коллективный разум, вот как происходит при создании журнала. А там же каждый свою мысль толкает, и, в принципе, там же нету там цензурирования такого подгонки. Ну, как бы, под какую-то концепцию, конечно, есть, но это, как говорится, вот то, что рождает на выходе общую мысль. Так вот, эта общая мысль, она получается гораздо качественнее, наверное, продуманнее, взрослее. Лук призван показать, что в Таллине живут, не только в Таллине, в его окрестностях, читай, Эстонии всей, люди, которые весьма и весьма талантливые, они не являются какими-то фриками, которые занимаются всякой ерундой, там, я не знаю, просто тупят, тусуют, не знаю, играют музыку какую-то, якобы никому непонятную. На самом деле, все это имеет огромную ценность, это отдельный пласт культуры. Что, я музыкант, короче, пишу для плуга иногда всякие статьи, в основном про музыку, в основном про фестивали, тусовки, концерты, в общем, что-то сам знаю. Что еще? Увидев первые онлайн номера, я заинтересовался, я говорю, вау, это круто, я давно думал тоже о таких зинах, это было бы интересно, что такое делать, то есть, собирать какое-то сообщество людей, с определенными интересами, единомышленников, и создавать некое информационное поле, где мы можем говорить о том, что нам интересно, к этому сразу, ну, подтягиваются люди, которым это тоже интересно, мне косить возникает некий нетворк, только не в интернете, как бы, а в жизни. Вот, и как-то мы так с Даном поговорили, встретились, я сказал, что мне тоже интересно писать, в это время как раз-таки ребята решили печатать журнал, вот, я написал первую статью, как помню сейчас, это была статья о Вейкай Унпу, вот об эстонском решере, по-моему, единственном хорошем эстонском решере, вот, и как-то, да, с тех пор, с тех пор сроднились, стали такой семьей, что для, ну, это для меня плуг, это, в принципе, семья, потому что это мои друзья, вот, это сообщество единомышленников. Субтитры создавал DimaTorzok Я вообще считаю себя таким инструментом во всем этом процессе, так как, наверное, главные действующие лица это авторы и иллюстраторы, так как они делают журнал, ну, я в свою очередь помогаю соединить в одно целое. Меня зовут Кирилл Тугов. Меня зовут Кирилл Тугов. Меня зовут Домб... Давай без этого. И что дальше? Нет! Я могу сказать одно, что, и абсолютно искренне сейчас, что благодаря плугу я вот как-то за эти три года чувствую, как я развивалась творчески, в плане даже набивала руку, что ли. Ну, вообще, если честно, очень давно мечтала иллюстрировать, именно что-то попробовать иллюстрировать, потому что люблю читать, мне нравилось иллюстрировать стихи, поэтому вообще мечтала бы этим заниматься всю жизнь, мне кажется. Человеку как-то, может, хочется реализовываться, идти дальше, и плуг — это просто уникальнейшая возможность как раз людям открыться, показать, что они делают, завязать нужные знакомства, связи, показать себя, и действительно это огромный для многих людей толчок к развитию какому-то. Плуг — это хорошо, хорошо. Хороший такой рабочий инструмент в руках студентов и подрастающей молодежи, а может, и стареющей молодежи. Для меня плуг — это была отличная возможность начать свою карьеру иллюстратора, начать как-то реализовывать свои фантазии на его страницах. Ну, вот именно визуально, мне очень нравится плуг, именно с лого, иллюстрацией, то есть таких изданий, для которых до сих пор кто-то специально сидит и рисует что-то для определенной статьи. Ну, таких не осталось, как бы сейчас все фотографии, все-таки чаще смотрят. Ну, мне очень нравится визуальная часть. Мне редакторы говорят, что они хотят, как они это видят. Я пытаюсь немножечко проникнуть к ним в голову и посмотреть, как они это видят, и по-своему это как-то воплотить. Это очень интересно, огромный экспириенс. И я по себе смотрю, что я с каждым номером, с каждым заказом, так сказать, я расту, расту и развиваюсь. Моя техника рисования немножко отличается от других, потому что я рисую в пенте, ну, кроме карандаша, но для плуга и рису в пенте мне нравится, поинтересовать. Он легкий, но изначально из этой легкости получается что-то такое экстраординарное, достаточно интересное. Сам из дат нашего времени. Как бы, где вот, в общем-то, любой человек может прийти и принести заварку и без долгих там каких-то редакторских заморочек, как это там в каких-то больших, серьезных газетах, там, цензура, редактура, там, глянец, там, все, как-то форматы. В общем-то, такой неформатный журнал, который любой человек может принести и, скорее всего, его опубликуют, и это будет интересно другим людям прочитать. И сделано это просто и, как бы, в общем-то, с душой. Всем пацанам из Нарвы привет! Первый экземпляр, по примеру, для меня это первый экземпляр в музее. Затем стала следить по интернету, что там издается, что печатается. И, в конце концов, еще услышала передачу по Радио 4 про Пулк. Олеся так вдохновенно рассказывала о том, как они это все делают. Что я решила написать ей и сказать, что я тоже хочу участвовать. И поэтому, именно этот журнал, что мне более-более интересно, не то, что, там, скажем, я и мои знакомые что-то делаем там, а мне интересно то, что появляются новые люди, которые сначала являются читателями, потом начинают писать или рисовать для журналов. Я очень такой человек достаточно, ну, в этом плане, не то чтобы корыстный, но у меня какие-то свои интересы. Мой главный интерес в том, что я узнаю что-то новое всегда о других людях. Каждый человек – это совершенно, ну, отдельная вселенная. И когда я читаю статью человека, который я никогда не знал, и потом я понимаю, что я его могу встретить хоть завтра, потому что мы живем в одном городе, но мне это как-то возбуждает. Черт подери, ну, мы, наверное, немножко потеряны, не так сильно потеряны, как кто-то другой, но отчасти у нас в этом есть. Мы не все, не все из нас, скажем, вошли в современные реалии с твердой ноги, но мы взяли что-то с собой из 80-х, из Советского Союза, и, может быть, именно вот это есть причиной, почему опечатываюсь, потому что в тот момент, я помню, вот эти вот Жизаэл, эти издания, эти детская литература, эти, не знаю, там «Белая гвардия», вот эти вот, эти вот, эти издания, они же, откажешься, они шершаются, плух шершаются, кстати. Может быть, не весь, но те, что у меня есть, они шершаются, может быть, я просто шершаю, не знаю. Они шершавые, тут прекрасно, ты же вот просто вот открываешь, и он, и запах. Черт знает, чем это пахнет. Оно пахнет по-книжному сексуально, буксинистически, эротично. Вот что до значимости плуга, то давайте исходить из утверждения Оскара Уальда, который говорил, что всякое искусство совершенно бесполезно. Вообще, если говорить о значимости любого журнала или любого издания, то мы договоримся до демагогических каких-то заключений. Вот он существует, и это замечательно. Он существует в бумажном виде, что замечательно вдвойне, поскольку бумажные издания сегодня, те, что можно помять, пощупать, подчеркнуть, заложить и так далее, то, что является вещью нашего обихода. Я обожаю книги, на которых кто-то рисовал, ел блины, закладывал, писал записки. Это знак отношений с текстом, и плуг дает такую возможность. Собственно говоря, право на существование плуга я никогда не оспаривал. У меня сама идея очень нравилась. Любую такую инициативу, особенно у нас в Эстонии, в такой маленькой стране, я стараюсь поддерживать. Но когда был плуг еще помоложе, я дико плевался от контента, я читать это не мог. И сейчас, к сожалению, не все могу читать, и все, что публикуется в плуге. Но радостно то, что журнал развивается, и я даже как в какой-то мере этому способствую. Сначала, конечно, все получается криво и не очень хорошо, но через несколько номеров, альбомов или фильмов все начинает стабилизироваться, все начинает наконец-то кристаллизоваться каким-то образом, и получается уже более-менее какой-то законченный продукт, который не стыдно. и поставить на полку. Мне нравится плуг, потому что он свободный. Материалы в плуге, как я уже говорил, довольно достойные на самом деле. Можно много их хаять и говорить, что они слабые, а можно также отвечать, что ты сделал для хип-хопа в свои годы. На самом деле, попробуйте сделать 20 номеров. Получился стишок. Потому что, конечно, опять же, да, если повторяться. У нас не про «ну погоди» фильм, да, Витя? Это уникальный печатный орган, не подумайте ничего плохого, который позволяет всем тем, кому есть что сказать, найти свой голос, выразить свое мнение, отстоять свою позицию и просто внести свой вклад во что-то большое, красивое и очень значимое. Здравствуй, Маша. Здравствуй. Как тебя зовут? Меня зовут Люба. Каждый раз, когда я сажусь в такси утром, почему-то часто такси задает мне вопрос. И две раз это была женщина. И я чувствовала, будто бы я сдаю экзамен. Она задала мне вопросы. Она увидела, что я садилась в такси, обращалась с большой компанией друзей. И она спросила, «А вот вы, молодежь, компания, а вот с вами вообще есть о чем поговорить? Чем вы увлекаетесь? Есть какие-то увлечения? Что вы вообще делаете в такой позиции?» Рекламирую пул. Как вы знаете, у нас есть журнал, и там все описано, чем мы занимаемся, чем увлекаемся и чем живем. Они просят продиктовать сайт, адрес. Я не знаю, читают ли они потом или нет, но мне кажется, это очень удобно, поскольку в плуге описано как раз все то, что происходит. И происходит всегда многое. Так я и втянулся в это. Как раз вот эти вот вечеринки, типа в Емеле, которые были, и Манка, они были вот таким центром. И по сей день тоже вот спутник, и все это остается. Но теперь это как-то вылилось в более такое, что ли, ощутимое что-то. И люди присоединяются все больше и больше, и это радует. Потому что даже когда мне говорят незнакомые люди, что да, мы слышали. Круто. И от чего, от чего это движение пошло? И сейчас можно сказать, если раньше была эта Манка-тусовка, я бы сказал, сейчас она плуганутая или как-то так. Изначально тусовка была сформирована вокруг музыки и музыкантов. В те еще времена, когда это было Манка-тусовкой. А потом плуг возник в какой-то такой момент всеобщего спада этого движения. И, что интересно, привлек к деятельности тех людей, которые раньше не были задействованы в этом процессе. Иллюстраторов, авторов. Гораздо больше разных людей смогли что-то делать в рамках и за рамками этой тусовки. А потом, в свою очередь, уже из плуга вырос спутник. Новая музыкальная тусовка, которая притянула какую-то новую кровь во все это движение. Как-то так. Какая непослушная девочка. Журнал «Плуг» играет в нашем пространстве информационном огромную роль. Он очень нужен всем нам. И только оттуда мы узнаем информацию о нас самих. И о них. Самих. Сейчас «Плуг» для меня как общение с какими-то хорошими друзьями или приятелями, с которыми я либо вижусь постоянно, либо вижусь очень редко. И когда я его открываю, то, в принципе, сразу чувствую присутствие каких-то важных и интересных людей. «Близко бывали там и видели, знаем, но как-то они все это пропускают через немножко другие фильтры. И очень так занятно смотреть, как сверстники и наши современники видят это с другого угла, с другой стороны, и рассказывают те же истории, которые мы пережили». Ну и я ВКонтакте прочитал призыв, что ищут людей, которые могут сотрудничать. И написал что-то вроде того, что «Ну, давайте я для вас что-нибудь нарисую». Мне ответили «Конечно, только мы не платим». Это была наглость, и мне это понравилось. Поэтому стал сотрудничать. Жизнь плуга будет долгой. Конечно, все зависит и держится на энтузиастах, энтузиазме. Написал письмо и предложил свою помощь в иллюстрировании. Люди с удовольствием согласились, и мы вот уже, наверное, больше года как вместе общаемся с людьми из плуга, с плугом. Про плуг мне рассказал Кирилл Тугов. Кирилл Тугов рисует плуг, а я один из его номеров, самый неудачный, верстал. Запорол все, что можно было запороть. Все потом меня хвалили за это. Рисунки оказались половинчатыми. Лично для меня это был первый опыт такого вот тупизма. Тринадцатый номер, страницы через одну, все довольны одним словом. Оказывается, те люди, с которыми я живу и общаюсь в какой-то неформальной обстановке, вдруг что-то пишут внезапно. И вот открываются какие-то новые грани этих людей. Потому что, когда человек не в очень трезвом состоянии тебе рассказывает, это одно, а когда он сел и взял себя в руки и со знанием, более-менее со знанием русского языка это все изложил, получается уже нечто, какой-то другой такой эффект. О журнале «Плуг» я узнал буквально пару лет назад, когда там вышла рецензия на мой роман «Путешествие Хануман на Лоланд». Мне показали журнал с рецензией, я этому очень обрадовался, потому что немногие писали о романе. И я был просто приятно изумлен, и немедленно написал в этот журнал и решил показать свои миниатюры, которые, собственно, не ожидал, что будут напечатаны. Я очень доволен, что у нас есть такой журнал. Очень приятно. И там печатают то, чего не печатают в России. Например, Володю Ларченкову недавно напечатали журнал. Его уже давно не печатают и рассказывают. И рассказы вообще с большим трудом печатают. А когда высказываешься резко, как Володя, о толстых журналах и о том, что происходит в России, он все это называет советчиной. В общем, это похоже на колхоз. И его не печатают. А вот в журнале Плуг напечатали его рассказы. Это очень приятно. Плуг берет самые авангардные тексты. Плуг печатает самые-самые мои безумные интеллектуальные проекты. И за это я ему очень-очень благодарна. Это уже идет как публикация, и я могу ее вставлять в отчет. С другой стороны, это очень необычные тексты. И поэтому их вряд ли взял бы хоть один маломальский академический журнал. Если представить водолаза, который опускается на глубину океана, он дышит кислородом, который у него находится сзади, в баллонах. Без него он никуда. Но в какой-то момент он начинает наверняка чувствовать, что этот кислород уже одинаковый, вкус тот же самый. Но в тот момент, если бы он опустился куда-нибудь в нижний ущелье, в какую-нибудь дальнюю пещеру, наверняка бы он увидел вот эти пузырьки кислорода, откуда они торчат, скажем так, выбиваются на поверхность, как в фильме «Санктум». И если бы он снял этот баллон и просто приблизился к этим пузырькам и пытался бы вдохнуть этот кислород чистый, природный, который идет из этой расщелины, этот кислород показался бы ему гораздо слаще. Вот эти пузырьки, это как раз и есть вот эта атмосфера плуга по отношению того кислорода, которым мы дышим на самом деле и который для нас привычен. Скажем так. Вот я даже не помню, что это был за номер. Наверное, он был посвящен Юре Новикову, Юрбану нашему дорогому, барабанщику, который играл во множестве коллективов и вообще является собой такое явление культурной жизни нашей страны. Номер получилось все сделать, я имею в виду журнал, скажем так, в двух вариантах. В электронном варианте и в бумажном варианте. Но самое удивительное то, что бумажный вариант был именно таким, каким должен быть журнал об андеграундной культуре. Каждый номер плуга отличается каким-то, то есть своя тематика задается и обзор шире. И, конечно, людям самое важное, да, роль какая просветительская, чтобы они знали, читали, видели, что делается. И очень многих, мне кажется, я могу сейчас ошибиться, но подстегивает, также для дальнейших действий, возможно, какие-то статьи о том, что было в музыкальной сфере, да, Талина происходила, о чем забылось. То есть кто моложе, допустим, этого не знает, это полезно. Сто грамм записи, плуг, то же самое, что и плуг, и сто грамм записи, это, ну, ты понимаешь, ну, короче, ты дурак. Уж лучше, да. Уж лучше бабу с сиськами, большую черную бабу с сиськами, огромную черную бабу без головы и без всех этих вас и монастырщих императивов. Вкусы совпадают у меня музыкальные. Стрендверс, Морриси – это замечательно. И это подкупает, конечно. Приятно было там прочитать рецензии на разные наши местные группы, как Кулащев Space Cats, если я ничего не путаю, ну, конечно, на метро Альта-Ир, в которой я когда-то писал стихи. Про себя всегда читать приятно. Этим журналом пользуется, на этом и стоит. Сотрудничаем с журналом Плуг. Наша студия называется 100грамм запись. У нас много общего с журналом Плуг, так как мы тоже занимаемся все инициативно, как бы без денег. Ну, вот очередные звонят. Молодые музыканты. Вот, кстати, мы записываем молодых музыкантов для того, чтобы они оставили след, как и журнал Плуг, след на этой земле. В будущем подонка. В будущем подонка. Ну, опять же, возвращаясь журналом Работица, Крестьянка, если кто-то из старшего поколения помнит, были у них такие рубрики про видео, про аудио, и в них печатали по обложке на видео и аудиокассеты, которые можно было вырезать, вставлять в кассеты. При Советском Союзе, конечно же, не было оригинальных кассет в полном понимании этого слова, в нашем понимании. И это было большим подспорьем. Вот. И мне захотелось сделать то же самое, аналогичное по отношению к нашей сцене, поскольку у нас очень много талантливых групп, и очень много из них распалось. в своё время, ставив один-два альбома. Естественно, большинство из них не выходили никак, не имели никакого оформления. Мы решили сделать то же самое, то есть публиковать коротенькие статьи, так сказать, мини-рецензии, выкладывать песни на свой сайт, на Пулке Е. и наши иллюстраторы стали рисовать обложки. В принципе, не то, чтобы можно было вырезать из нашего журнала, журнал все-таки жалко. Можно их распечатать, он неуспешный, самостоятельно записать диск, если очень нравится. Например, мне очень это нравится. Музыка очень важна, конечно. Плуг — это в первую очередь журнал музыкальной субкультуры, музыкальной резона. Музыка, которую не только слушают, но и практикуют. А это очень важно, уметь играть музыку, создавать гармонию в коллективе, так сказать, учитывая друг друга. Ты не можешь играть в группе и не слушать другого человека. Ты обязательно должен с ним как-то коммуницировать и коммуницировать гармонично. И я считаю, что перевод в слово, как это происходит в плуге, тоже очень важен. Не просто заниматься чем-то, а отдавать себе в этом отчет. И, конечно, плуг, журнал — это такой очень мощный инструмент рефлексии, самоосознания. Я вообще хочу, чтобы плуг стал называться плуг-бой. Со следующего года. И я буду вести кулинарный раздел. Будет называться «Завтрак интроверта». Я буду описывать каждодневный завтрак. Колбаса, боти-броды, кофе и три круга вокруг дома. Ну, дело в том, что я постоянно живу в России, в Петербурге. Поэтому с культурным пейзажем Эстонии знаком не очень. Я думаю, что это важное дело, чтобы в Эстонии был русскоязычный журнал, тем более, такой интеллигентный, молодежный. Если бы он был бы совершенно был бы не нужен ни нам, ни им, он бы давно закончился, он и есть до сих пор. Значит, есть какая-то минимальная поддержка. Кто читает, кто-то пишет, кто-то заинтересован. Например, опять же, было время, взял интервью Кали Райда, югу Кали Райда. Да, он, собственно, большой любитель России, как ни странно. Вот ты, может быть, об этом, не прочитаешь нигде. А он большой любитель России. И более того, он любитель России не в том смысле, что он является ребенком России. Нет, он любит Россию как некий объект, которому интересно изучать, который для него вечно интересен, как объект для изучения. Он же изъездил там Чукотку, Сибирь, где он там, он там в песках тонул, как он мне рассказывал, насколько я помню. Вот. И вот он же нас, в принципе, поддерживает. Это у него кеску с газеты, да? Какая-то деревянная буква К, такая, по-моему, она стоит во всех более-менее артовых местах. К, ну, ван Крайли, что угодно, на след у них. И он же нам позволяет туда класть свои вот эти вот, наших этих детей, да, криворожденных, на эти вот Ка, и как бы их оттуда разбирают, даже, может быть, даже эстонцы. А в журнале Плук я узнала от Юку Кальрай, да, который принес мне тоненькую, тоненькую такую тетрадочку и сказала, это журнал, к которому ты придешь в восторг. Я сказала, от чего же? Он говорит, ну, вот просто придешь в восторг. Почему? А он открыл мне какую-то первую основополагающую статью, и там была в эпиграф вынесена цитата из моего рассказа. Естественно, что журнал, который берет в эпиграф цитату из моего рассказа, вызвал мое самое горячее расположение, и с этого начались наши отношения с Плугом, который неоднократно печатал мою короткую прозу. Что, если учесть, что это молодежный журнал, для меня большая честь, и мне было чрезвычайно приятно попасть в столь юную и талантливую тусовку. Ну, вот политика это постоянная свежая кровь, то есть, вот эти авторы, которые не сидят, не работают в каком-то офисе, то есть, это не репортеры, не, ну, я думаю, что профессионалов не так уж и много, которые именно работают именно с разной журналистикой или еще с чем-то. То есть, постоянно вот эти новые идеи. И очень хорошо, что этот журнал доступен именно там, где и находится его целевая аудитория, например, в университетах, каких-то небольших студенческих и не только студенческих кафе, одним словом, где собираются те люди, которые делают искусство вот таким, какое оно должно быть. Искусство, которое нужно хотя бы одному человеку. Вот это самое важное, потому что, если об этих группах, этих художниках и писателях узнает хотя бы, я не знаю, два-три человека, может быть, десять-пятнадцать, а может быть, и тысяча-две тысячи, это будет огромным прорывом. Это будет именно то, чего нужно достичь, если мы говорим о жизни в андеграунде. У Плуга довольно ограничена аудитория, однако каждый человек заинтересован в нем. И для него это не прочитать газетку какую-то желтую где-то в общественном транспорте. Читатель Плуга завтра может стать его автором или иллюстратором. Поэтому Плуг живет и выпускается для этих людей. Мне кажется, что для русского ума характерно закрывать глаза на то, что происходит вокруг. То есть, что бы ни появилось, реакция сначала такая, что, ой, по-моему, этого с нами не случилось, это не наше, мы это не любим, мы сейчас побежим читать оригинал. То есть, если это какая-то музыка или кино, то мы лучше посмотрим что-нибудь английское, потому что там-то уже гарантированно научились, да. Ну и с периодикой примерно такая же ситуация. Он может кому-то нравится, кому-то не нравится, и даже лучше, если он будет не нравиться, и даже лучше, если таких людей будет больше. Сейчас плугу уже три года. Многие скептики предрекали два-три выпуска и полное забвение, а нет, журнал живет своей хорошей, насыщенной жизнью, связанные с ним мероприятия проводятся. Уже образовалось такое комьюнити любителей плуга, которое на него даже подписывается, что помогает выходу новых номеров. И плуг лично для меня доказал, доказал мне, лично для меня доказал мне, что надо продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, то есть играть, угорать, веселиться, писать, играть, опять же, играть, 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 в общем, оставаться напрочь с собой, любить все свое окружение и себя не меньше. А именно как можно больше вникнуть вообще в суть того, что делается и как делается в нашей стране русскоязычными людьми. Культура, альтернатива это, наверное, ключевые слова. концепция большинства номеров рождается у меня в голове. И потом я делюсь ее с авторами. Посылаем импульс. Кто-то его перехватывает, энергия двигается дальше, и пазл постепенно начинает складываться. и перед сдачей номеров печать всегда как будто чего-то не хватает. Даже некоторая паника царит. И тут появляется новый автор, который расставляет своим материалом все точки на дын. Поэтому для меня плуг это, во-первых, очень личное дело, а во-вторых, совокупность случайных совпадений, счастливых совпадений и труд. За что вам большое спасибо. Как отражение ветер сдует нас, рассыплет песком на асфальт времени как отражение ветер сдует нас, рассыплет песком на асфальт времени как отражение как призрак евреи. отражение песком на асфальт айв песком Свет Море видит всё и дальше Гладью воды Море видит следы и больше В гонке за солнцем Нет проигравших В гонке за солнцем Нет солнца Как отражение Ветер стует нас Рассыплет песком На асфальт времени Как отражение Ветер стует огня Рассыплет песком На асфальт времени Как отражение Как призраки мы Рассыплет песком Рассыплет песком Рассыплет песком Удачи! Рассыплет песком